Привет, спасибо, что пришли. Здорово видеть все больше и больше лет, потому что год назад на митапы приходило 5-10 человек. Будем говорить, что приходило 1000-2000 человек. Это было когда бум, а когда зима была, уже было по 5-10 человек. Тема моего сегодняшнего доклада – текущее состояние рынка децентрализованных финансов, что произошло за последний год, что нового появилось в экосистеме эфира и чем сейчас живет сообщество разработчиков эфира. Начну с преамбулы, ради чего все децентрализованные финансы решили, были созданы. Все проекты исходят из предпосылки того, что текущая финансовая система ограничена, то есть ваш доступ к финансовым услугам зависит от того, в какой стране вы определитесь. Какое гражданство у вас, какой резиденц. Если вы путешествуете по миру, то получить открыть счет в банк или отправить деньги кому-то в другой стране – это очень долго, сложно и вызывает ряд проблем. Также, наверное, текущая финансовая система дорогая. То есть очень много посредников, которые берут свою комиссию и в итоге большая часть доходов или гейнов не доходят до конечных потребителей. И также она неэффективна. Из-за огромной асимметрии информации на рынке возникают возможности, которые используются крупными игроками, но до конечного потребителя они никогда не доходят. Дистанционные финансы, наоборот, стараются быть демократичными. То есть любой человек, у кого есть доступ к интернет, должен иметь доступ к этой финансовой системе. Также она призвана быть более эффективной, так как все рынки открыты, все протоколы описаны, вся экономика видна любому человеку. Это приводит к тому, что асимметрии информации нету и любые неэффективности быстро устраняются самим рынком и все получают равный доступ, равные возможности в этой системе. А также эта система позволяет программировать одни финансовые продукты на основе других без предварительного разрешения одного продукта на другой. То есть вы можете объединить два финансовых продукта и вам никто не может это запретить. То есть это все описано кодом и доступ к этому коду есть у всех, чего не было в существующей системе финансов, потому что все было описано бумажками и никто не мог разобраться, что и как. Процесс создания новых финансовых продуктов занимал годы, а не как сейчас можно за сутки создать новый финансовый продукт и презентовать его на данных годах. Все началось в 2008 году с появлением биткоина как системой цифрового кэша. То есть у нас появилась возможность передавать друг другу ценность без посредников. Но эта система была ограничена только транзакциями и поверх нее невозможно было создать что-то более сложное. Прошло 7 лет, появился эфир и эфир стал дистанционным компьютером, в котором можно создавать программы и на выполнение этих программ ни у кого не было возможности влиять. Тем самым у нас появилась среда без посредников, где мы можем строить свои отношения на уровне программного кода. Через несколько лет в системе эфира появились протоколы для обмена этой ценностью. То есть мы смогли обмениваться ценностью между друг другом без посредников. Чуть позже мы смогли взять кредит или наоборот задолжить свои деньги другим людям и тем самым зарабатывать процент на свои сбережения. И что сейчас появляется, вы можете делегировать свое управление своими активами кому-то другому, при этом не теряя контроль. То есть устраняется риск, что кто-то возьмет ваши деньги и убежит с ними в непонятном направлении. Так как все прозрачно, все правила описаны на уровне программного кода, в них никто не может вмешаться. Это позволяет создать совершенно новые продукты, недоступные раньше. Вся экосистема строится из принципа, что каждый компонент этой системы – это кубик лего. То есть все продукты строятся поверх эфира, который обеспечивает безопасность всей системы и вычислений внутри нее. В ходе BOOM ICO было создано много цифровых активов, которые каждый имел свою ценность, свою цель. У каждого была своя механика, но тем не менее много людей перенесли часть своих сбережений, часть своего wealth криптоактивы. И тем самым у нас появилась возможность обмениваться ими и сберегать часть своих доходов внутри этой системы. Также появилась система MakerDAO – это Credit Passility, то есть можно взять кредит, то есть если не хочешь продавать свои криптоактивы, например, ты хочешь продавать свой дом сейчас, и идешь в банк, закладываешь дом и берешь под это кредит, точно так же ты смог на уровне лунных контрактов пойти и заложить свои сбережения и взять под это кредит, если не хочешь их продавать. После того, как появилась возможность взять кредит, люди стали задумываться. Как не сохранить свою ценность, как защититься от волатильности криптоактивов, которые могут изменяться в цене на десятки процентов за один день, вверх и вниз. Появились целый ряд проектов, и больше 10 – это стейблкоины, часть из них обеспечены реальными долларами на банковском счету. То есть это все работает в рамках существующего законодательства. Эти стейблкоины имеют все те же свойства, что деньги на банковском счету, их никто не может забрать у вас, но при этом, если при желании государство может их заблокировать, отобрать, если считают, что вы террорист или еще какие-то, проявляетесь какую-то криминальную активность. Единственным стейблкоином, который сейчас защищен от этого, то, что никто не может вмешиваться в его оборот, является DAI. Это стейблкоин поверх системы MakerDAO. Это, по сути, является синтетическим долларом. То есть можно прийти на умный контракт, заложить сюда свои криптоактивы и получить синтетический доллар в кредит, в залог своих криптоактив. После этого, после того, как у людей появилась возможность защищаться от волатильности и обмениваться ценностью, появилась следующая категория проектов. Она позволяет одним людям одалживать свою криптовалюту, а другим взять ее в долг. То есть вы можете, по сути, появились ряд проектов, образно ломбардов, куда ты можешь прийти, заложить свои активы и взять другой актив под процент. Тем самым устранился в последнем виде банков, в которые мы приходим и одалживаем деньги, и с ними что-то происходит. Непонятно что, то есть это какая-то монет происходит. А так все стало прозрачным и видно, кто берет ваши деньги в долг, кто дает, кто какой залог положил. И в случае, если деньги не возвращаются, а залог теряет свою стоимость, эти активы ликвидируются. И тем самым вкладчики и заемщики защищены на уровне программного хода. Последними проектами, которые начали появляться, они задались вопросом, как мы можем привести активы реального мира на блокчейн. То есть можем ли мы торговать акциями Apple, Сбербанка, индексами, можем ли мы торговать акциями Яндекса поверх блокчейна. Таким образом появились синтетические активы, то есть они не дают право голоса, но при этом имеют такую же ценность, как реальные активы. То есть они обеспечены стейплпайнами, то есть под ними есть обеспечение в виде долларов, но при этом мы получаем экспозицию к волатильности этих активов. И мы можем инвестировать с любой точки мира в S&P 500, что сейчас довольно сложно. Если в странах, такие как Россия, еще это возможно, это возможно в Европе, но в остальном мире к финансовым продуктам ни у кого нету доступа. И с появлением синтетических активов эти доступы появились у большего числа людей. И наконец-то трендом последнего года стало то, что когда система стала достаточно стабильной, в ней появились все инструменты для инвестирования, для лендинга, для заема. В ней начали появляться проекты, которые дают доступ конечному потребителю к этой системе, убирая всю сложность взаимодействия с ними. То есть пользователь уже не должен знать, что такое умный контракт, что такое эфир, он может просто получать проценты на свой вклад или получать кредит. Либо он может инвестировать в какую-то автоматическую стратегию, которая будет торговать за него, но при этом вся ценность будет сохранена у него. Кедром всей системы сейчас является стейбл-койны. Их объем около 3 миллиардов долларов. То есть есть целый ряд проектов, которые в разных юрисдикциях смогли эти стейбл-койны выпускать. То есть самый большой проект – это Cether, который раньше был создан поверх протокола биткоина, но сейчас переходит на протокол эфир. И есть достаточный объем стейбл-койнов, чтобы вы могли продать свои криптоактивы в доллары и вы защищены от волатильности. Также есть ряд других проектов, как USDC и TrueUSD. Это один выпущен компаниями в штатах, такими как Coinbase Circle. То есть все деньги лежат на банковском счету, но вы можете в цифровой форме обмениваться этими долларами. Стартап – Trust Token, который выпустил TrueUSD и выпускает другие стейбл-койны для любых холлиотов. Такие как фунт, евро, гонконгский доллар. То есть они создали программную платформу и юридическое обоснование для того, чтобы можно было любой стейбл-койн выпускать в динаминированной в любой валюте, и которые были обеспечены в банковском счету этой валютой. Также появился DAI. Его сейчас 79 миллионов всего, но он является тем, что синтетическим долларом, обеспеченный не реальными долларами на банковском счету, а другой криптовалютой, в частности эфиром. То есть ты по-прежнему можешь всегда обменять этот стейбл-койн на эти неофициальности в эфире, равных долларах. И также появляются другие компании, такие как Gemini, Binance. Они тоже пытаются выпускать свои стейбл-койны, потому что это довольно хороший бизнес для них. Вы можете брать у людей доллары, складывать их на депозит банки, получать процент, а их давать стейбл-койны людям, которые будут транзачивать. То есть для многих компаний использовательской базы стало хорошим бизнесом, и все больше стейбл-койнов появляется, и все больше появляется доступ к ним. В свою очередь эти стейбл-койны потом можно использовать в стейбл-койнецентрализованных финансов. Хочу рассказать подробнее про проект MakerDAO, то есть в чем была их инновация. Они сказали, что если к нам приходит заемщик и хочет взять кредит в доллары, мы оцениваем его залог в эфирах, то есть мы контролируем цену курса эфира в доллару. Мы его провайдим, мы его записываем в новый контракт, и новый контракт в любой момент может любому человеку под залог эфира в этой доллары. Единственный нюанс, то что чтобы получить 100 долларов в кредит, нужно заложить 150 долларов в эфире в залог. Это вызвано тем, что криптоактивы очень волатильные, и в любой момент нужно иметь возможность их продать, чтобы обеспечить возврат долг. Появились люди, такие ликвидаторы, которые следят за тем, что происходит в новых контрактах, и в случае, если залог какого-то пользователя падает ниже отметки безопасной для системы, смарт-контрактор дает эти эфиры со скидкой 13%. То есть любой человек может прийти на новый контракт и выкупить этот эфир со скидкой, только предварительно ему нужно на открытом рынке выкупить дайя и купить на них эфир. Тем самым за простую операцию выкупа дайя с рынка и выкуп эфира со скидкой 13% можно получать мгновенную прибыль, и тем самым эта система уравновешивается, и цена дайя остается в пределах одного доллара. Если цена дайя уходит выше одного доллара, то есть он становится более ценный, чем доллар, появляется резон брать кредит под залог эфира в долларе, и мгновенно его продавать и получать прибыль. Или же если цена дайя падает ниже доллара, то есть он отрывается от того, к чему он должен быть привязан, появляется мотив у заемщиков покупать эти дайя с рынка и возвращать свой кредит по меньшей стоимости, чем ты брал. Мейкер даун пережил падение эфира с 1000 долларов до старых, и цена дайя осталась в пределах одного доллара, но для того, чтобы расти дальше, сейчас можно выпустить не больше 100 миллионов дайев, чтобы им дальше расти, они усыщенствовали свою систему, они решили, что будут принимать другие криптовалюты в залог, с другими параметрами коллитеризации, с другими параметрами ставки по кредиту. Также они сделали, что любой человек может выкупить дайи с рынка и положить их на сберегательный вклад, на смарт-контракте и получать на них проценты. Тем самым регулируется оборот дайев и цена дайев 300 долларов. А также они очень плотно работают над тем, чтобы можно было активы реального мира складывать в залог. То есть, чтобы supply-dive был больше миллиарда-бух-миллиарда долларов, кредит-активов, скорее всего, не хватит, которые захотят положить в залог. Но если будет текенизированная неприжимость или текенизированные акции, которые у вас есть здание стоимостью миллион долларов, вы можете взять под залог этих токенов кредит в одну десятую стоимости, это позволяет увеличить supply-dive и всей экосистеме расти в целом. После появления MakerDAO встал вопрос, то, что MakerDAO печатает доллары, по сути, а могут ли люди между собой обмениваться этой ценностью? То есть, могут ли одни люди давать в залог, в заем, свои крипто-активы другим? Тем самым появлялся проект Compound. Он работает по принципу ломбарда. То есть, вы приходите, закладываете свою криптовалюту и можете взять другую криптовалюту в залог. Вся математика работает на с вами двух кривых. Для каждого актива своя кривая, но это сводится к тому, что прямая линия отгружает процент по кредиту, а пунктирный – процент по вкладам. Если в системе остается мало денег, система дает большие ставки по вкладам, то есть, так же, как банки дают большие ставки по депозиту, когда у них не хватает ликвидности на счету, то есть, так же Compound повышает ставки автоматически, если у него мало ликвидности. Риск этой системы в том, что если вы положили, например, миллион долларов на вклад в Compound, а на контракте в данный момент есть только 200-300 тысяч долларов доступной ликвидности, вы не сможете забрать все свои активы сразу. Вам нужно будет подождать, когда на контракт докинут еще денег, чтобы забрать свой вклад. Compound поддерживает такие активы, как биткоин в раппт-версии поверх эфира, USDC, AFOGUR, Nonolix и другие токены, и постепенно комьюнити добавляет новые токены, которые видят, что токен трейдится, он ликвидный, и его можно использовать в качестве залога. Проектом, который стал довольно новым и который, наверное, не имеет аналогов в реальном мире, стал в Uniswap. Это децентрализованная биржа, куда любой человек может положить эфир и какой-то токен в размере, эквивалентном размере в долларах, вы можете положить 100 долларов в эфире и 100 долларов в DAI на этот умный контракт и зарабатывать 0,3% комиссии на каждом обмене эфира на DAI. Тем самым любой человек может, если он держит две эти криптовалюты и ждет, что они не хочут их продавать, он может зарабатывать комиссию на том, что просто засыпавил эти токены в общий пул и они работают в обмене. Этот инструмент является немного рискованным, его сейчас используют только профессиональные игроки, потому что у него можно как получить хорошую доходность выше, чем ты можешь получить в компаунде или в Мейкердау, так можешь и проиграть деньги. В случае с компаундом математика практически гарантирует, что вы свои деньги вернете обратно в долларовом эквиваленте. А в случае Эфини СПАПа вам нужно понимать, как изменяются цены, чтобы в нужный момент докладывать туда ликвидность и вынимать. Текущие рассылки. К чему все это пришло за год? То есть за год было выдано 400 миллионов долларов кредита. Все на умных контрактах. Для этого требуется всего 225 тысяч транзакций. То есть эфира достаточно в данный момент для того, чтобы обеспечить спрос и предложение на этом рынке. То есть это не упирается в скилл делается или в какие-то проблемы. То есть это уже достаточно хорошо для этой экосистемы. И до сих пор не выплачено 142 миллиона долларов кредитов, на которые кто-то зарабатывает каждый минуту. За год все это увеличилось примерно в три раза. То есть если год назад в этой всей экосистеме было заочено примерно 700 тысяч эфиров, то сейчас это почти 3 миллиона. И эта цифра постоянно растет. То есть предполагается, что с приходом новых гробков на рынке и с приходом людей с бирж на дезинферализованную экосистему эта цифра продолжит расти. Эта экосистема развивается каждый день на постоянных катонах или какие-то проекты новые возникают. То, что сейчас самое актуальное и что появится в ближайшее время, это Interest Rate Swaps. То есть сейчас ставки по всем кредитам и депозитам плавают. То есть вы можете брать кредит по 10%, по кредитству за решение по 20%. А так как ситуация на новых контрактах поменялась, и математика считает, что у вас ваш кредит стал более дорогой. Чтобы защититься от этого, вы можете найти кого-то, кто готов взять на себя эти трист и за какую-то премию зафиксировать свою ставку по депозиту либо по кредиту, а он другой человек возьмет на себя, если в теории заработает или проиграет на это. Также, конкретно вчера появился, выпустился проект Human, который позволяет выпускать любые активы реального мира поверх блокчейн. То есть любой человек может выпустить синтетический рубль и обеспечить его долларом синтетическим, который поверх эфира. И тем самым появляется возможность создавать любые акции, индексы, банды и что угодно поверх существующей экосистемы. То есть уже не просто криптовалютные люди смогут создавать и получать более понятные активы к себе на кошелек. Также появляется страхово-страхование. То есть люди боятся, что в смарт-контрактах будет баг, то есть программный код, и в случае бага человек может взять все деньги. То есть если убрался один риск того, что с вашими деньгами может кто-то убежать, то появился риск, что кто придумал логику, так как ваши деньги работают, что-то сделал неправильно, и ваши деньги могут пропасть из-за ошибки этого человека. Тем самым новые проекты пытаются представить страховку поверх смарт-контракта, что вы за премию можете гарантировать, что ваш вклад будет защищен, но тем самым вы должны заплатить какую-то премию за это. И также появляется диагированный менеджмент. То есть если вам не хочется управлять своими деньгами самому, или вы знаете какую-то стратегию, но не можете каждый день въездить в компьютер и что-то мониторить, вы можете отдать свои деньги в доделегированное управление, и другой менеджер будет управлять ими, получать access fees за это, но при этом активы не покидают умный контракт, вы всегда знаете, что сможете забрать их в любой момент. Я сейчас хочу показать небольшое демо, с чего мы смогли добиться за один год. То есть на основе всех этих компонентов наша компания смогла собирать банковский интерфейс поверхных протоколов эфира, где вы можете заложить деньги, взять кредит, отправлять ими, посмотрите свои партфолио, либо вы можете трейдить. Спасибо. мобильного телефона то есть пользователю достаточно ввести смс-код и к его телефону привяжется эфириум кошелек который будет сохранен в экосистеме амазона и часами как такие машинки для сохранения приватных ключей которым нету доступа то есть это компромисс между тем что вы сами владеете приватным ключом и тем что вы его никогда не потеряете то есть дополнительная защита от сим-свопинга что у вас угнали телефон и вы угнали все ваши деньги сделано за счет того что вы добавляете пин-код к этому то есть можно увидеть что на счету здесь есть первые 17 долларов я могу прямо сейчас из интерфейса купить другую криптоактивку не ожидает то есть я увижу сколько я заплачу физ сколько я в итоге получу дарик а тут любая криптоанная RC20? любая заметьте пожалуйста ESDQ я прямо сейчас солью а то мне уже надоело это mainnet или common? это mainnet продукт в живой он на mainnet им пользуются люди и я покажу на следующем слайде единицы это ERC20 токена и все что повергла к системы эфира в RAP BTC есть и сейчас придет TBTC это аналог биткоина который заслуживает сложные криптографии и дополнительных incentives позволяет без посредника перенести биткоин на эко-систему эфира вы что-то про это расскажете про блок? да я смогу рассказать то есть мы поменяли только что эфир то есть это уже значение то есть это засетлено эти активы эти активы сразу появились у меня на кошельке я их могу практически сразу одолжить то есть в данный момент я могу получать на доллары 9% годовых что довольно компонентное хорошее предложение по сравнению с любыми продами в банках то есть вы можете до 2,5% получать в банках в штатах но это оно не совместно с 10% но свои риски ассоциированы с тем что это новая эко-система и это все очень молодой рынок то есть все транзакции манят значение что для любого действия нужно подождать примерно 15 секунд но это все равно быстрее чем в банке то есть в банке вы не сможете открыть кредит или сделать вклад за 15 секунд то есть это уже быстрее и удобнее чем традиционная финансовая система это эфир тормозит, да? это не эфир тормозит, то есть это нормальная ситуация 15 секунд это... 15 секунд это... 15 секунд это... на что уходит? ну это чтобы включить транзакцию в блок то есть в эфире каждый блок но это не притомат, это достаточно быстро также можно сразу же взять кредит то есть мы можем... мы можем взять допустим кредит в 1 доллар а что сейчас сделать? сейчас мы берем кредит в 1 доллар без... под залог эфира и это без каких-либо документов регуляции платит залог, что мой эфир залочен будет? да, ваш эфир будет залочен и вы получите кредит, по которому нужно будет потом вернуть и вернуть свой эфир обратно но ведь количество кредита меньше, чем количество эфира, которое я залочен ну да, ну к примеру, если сейчас эфир не хочет продавать по 200 долларов сколько он сейчас, да, хочет продать около 1000 но тебе нужно там не за квартиру заплатить ты можешь взять кредит под залог эфира то есть если эфир упадет? система, то есть если эфир упадет то он будет ликвидирован ваш долг вернет другой человек и заберет ваш эфир взамен а остаток эфира, который 150 минус 113 процентов вернется вам автоматически ну то есть если эфир упадет и долго будет лежать и никому не нужен будет то система просто встанет, правильно? не, она не встанет то есть она ликвидируется ваш долг будет оплачен другим человеком а у вас останутся деньги, которые вы взяли на руках почему он оплачивается другим человеком? я говорил вам он заберет, оплатит этот долг только если ему нужен будет этот эфир то ему нужен будет не, почему если эфир резко упал и он ожидает он может купить его, во-первых, со скидкой он покупает его с скидкой 13% и сразу может продать его на бирже получить 13% прибыли мгновенно если все выйдет в эту ситуацию то они будут ждать других которых не будет я говорю, эта система выдержала падение с 1000 долларов до 100 и ликвидаторы работали эффективно то есть люди в ущерб 13% в 1000 до 100 выкупали долги? да они не в ущерб, они со скидкой это экономический абсурд почему? ну потому что ты можешь на бирже купить дешевле чем выкупаешь нет, ты выкупаешь у контракта со скидкой и идешь на биржу продавать дороже ты у контракта что покупаешь со скидкой коллайтерал был 13% нет, не 13% коллайтерал стоил 100 долларов эфир ты можешь выкупить не за 100 долларов а за 90 87 давай сначала 100 долларов вот у меня хочется эфира есть на 100 долларов сколько я могу получить эквивалента доллара? 75 75 75 то есть 25% да нет 50% ты можешь до 50% заборовить без особых рисков для себя то есть положить в залог эфира и взять долг там же 150 можешь, что получаешь 150 за перевод то получаешь вот эти 50 это твой лист но еще если кто-то там перекупил то она не будет короче не твое дело а ты как все получаешь все все теперь можно отдать в залог поедая то есть у меня на кошельке сейчас 5 долларов один из них кредитный я чувствую пока вы вот эти транзакции будете делать подпрощаетесь со всеми 17 долларами не, почему стоимость транзакций несколько центов то есть это то есть это можно посмотреть извините вот у нас интерфейс он сам выбирает на компаунт или на табли да он сам выбирает где выгодно он предлагает пользователю то есть это сейчас не реализовано в интерфейсе но в следующей версии кредитной вкладки можно будет выбрать какой процент ты хочешь платить на каком-то соответственно а я сам выбираю соответственно сейчас только доступен мейкер да в данный момент нет то есть интерфейс полностью бесплатный не чарджет ничего поверх этого это вопрос ну к примеру для того чтобы взять кредит мы заплатили два с половиной доллара чтобы трейдить мы заплатили 17 центов и чтобы открыть депозит мы заплатили 38 центов при этом это не зависит от объема депозита если вы делаете депозит на 100 тысяч долларов то стоимость открытия депозита будет по-прежнему 38 центов в общем 17 долларов с помощью 20 транзакций спокойно проследить можно нет если взять очень много кредитов то можно но в следующей версии это будет чуть меньше долларов стоить то есть это оптимизировали контракты для этого депозитные ставки плавающие плавающие зависящие от двух ну то что сколько остается ликвидности на контракт компаунда в зависимости от этого он дает разную ставку по депозиту чем больше чем больше люди одолжили если людям много одолжили и на контракте не осталось денег чтобы дальше одолжить деньги новые больше будут ставки чтобы мотивировать людей отдавать долг им за последние 6 месяцев через наш интерфейс было открыто на 9 миллионов долларов депозитов также клиенты банка отправились между друг другом 15 миллионов долларов и на миллион долларов произошло торгов разных чувств токенов между собой а вы с этих 9 миллионов что-то заработали? нет в данный момент наши основные пользователи это у кого есть убережание криптовалюты им нравятся интерфейсы потому что мы чтим их приватность то есть мы не требуем регистрации можно подключить любой кошелек и сразу пользоваться также мы делаем это все удобно и красиво и это для новых пользователей то есть ты можешь прийти с своим леджером или с метамаском и подключить и не нужно для новых пользователей кто не знает что такое приватный ключ телефон это более если новый пользователь то как в крипту идти? через наш интерфейс можно купить кредитные карты по моему в 25 странах то есть можно купить эфир или стейблкоины прямо с карточки будут доступны банковские трансферы в европе до конца года и в штатах до конца года и какой процент комиссии? на покупку эфира процент сейчас 3,99 комиссия для покупки для стейблкоинов комиссия будет в районе 1 процента скорее всего ниже покупайте у меня без комиссии я вам продам прямо сейчас продам проект называется фартматик они предоставляют этот сервис у них вся компания построена на то что они должны построить хорошую инфраструктуру которой люди смогут доверять это не лучший не лучший вариант но для новых пользователей это более понятный способ и это можно переводить деньги хранить не на приватном ключе а на умном контракте и ты можешь ставить логику того что у тебя могут вывести все деньги если к примеру ты не подтвердил это каким-то вторым приватным ключом то есть появляется возможность программировать логику того как защищать пользователей фартматик как коллеги все спасибо